Девушки отдыхают 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 Кингс, потом, как оно было, мне похуй, как сказать. Как оно было сначала? Давай, как оно было, чтобы вышел сразу, значит, отчитай, чтобы не ебай нам там все заеб**ть. Я очень переживал, что не смогу зачитать, что охрипну, что что-то забуду, что, блядь, будет как-то все колхозно. Ну, блядь, в итоге круто все получилось. Ну, мы их подготовились, что, мы сняли репетиционную базу, за пару дней отчекались, кайфанули от этого еще больше, чем на концерте, наверное, там звук читаешь, круто слышно, ну, нормально, уже как бы подготовленными, ну, и в любом случае, как бы, когда читают, знает, что есть, как бы, блядь, поддержка, помощь. Да, да, бэн всегда чё, блядь. Серег, прошли три концерта ваших, которые ты сам называл домашними концертами, уже страсти улеглись, мы последний раз с тобой общались, как раз на втором концерте. Как вообще оценишь произошедшее? Доволен ли всем, что было? Какие-то ожидания твои оправдались, не оправдались по концертам этим? Да, ожидания мои превзошли даже все это. Все мои ожидания превзошли, мне очень понравилось, было очень круто. Ты знаешь, как, серия с первого концерта, я просто кайфанул, по кайфу такой, он первый, перед выходом был мандраж, вот этот вот, знаешь, когда уже вышел, все, первую песню начал читать, все, мандраж прошел, дальше только кайфовал. Второго концерта там вообще супер круто все было, то есть там и народу было больше, вы как раз вот на нем были, да, такая атмосфера уже более как-то, чем первый. Я уже более без мандража, все как по привычке уже шло, вот. Думал, что третий концерт уже будет такой, знаешь, как на затухание, вот. А третий концерт мне понравилось, как себя публика вела, ее было немного меньше, чем на втором концерте, относительно второго концерта. Но атмосфера по, там, там, как с нами, там, работала публика, как они, текста наши, там, на моментах, когда они должны были это делать, настолько круто мне это и понравилось, что, то есть, каждый концерт по отдельности, ну, не могу выделить какой-то, и каждый, от каждого отдельно я кайфанул. Вот, то есть, мне очень понравилось, спасибо всем, кто был, спасибо и вам, что вы пришли, тоже поддержали. Ну, короче, мне очень понравилось. Вообще, я, честно говоря, ну, не скажу, что часто хожу на концерты, но бывают, бывает, что исполнитель 10-15 треков, и я слышал даже в «Гримерке», люди говорили, что в шоке, типа, были от того, что там 44 трека, по-моему, было заявлено. Ну, да, но и то, там, знаешь, как, оно было 40, по-моему, нет, в трек-листе у нас было то ли 46, то ли что-то, и потом еще на каждый концерт какие-то добавлялись треки, которого не было в трек-листе, то есть, по 48. Вот, последний концерт ровно 2.05, вот как мы вышли, вышли, ровно в 2.05 все это заняло, и серии «Я, блядь, в каждом песне участвовал». Там было пару треков сольных «Бэнго», изначально мы еще придумали, я говорю, давай, хотя бы, между каждыми 10 треками, где я везде читаю, твой какой-нибудь сольный, чтобы я, ну, хоть отдохнул, хоть чуть-чуть, короче. И в итоге один его сольный, у меня такой, показывает, типа, давай, типа, я не хочу его читать, давай, типа, проматывай дальше, думаю, блядь, опять я не отдохну. Ну, в итоге, знаешь, что, мы выступали вот с этим мониторами ушными. Да, да, да. В первый раз это было, и это настолько круто, что я, вот как я разговариваю, так же я читал, не орал, не напрягался, и круто себя слышал. В зале было так отстроено, что вот на одном дыхании я даже не то, что голос не потерял, я даже ни маленько не охрип. Хотя обычно, раньше, насколько я помню, после концертов я просто вот так, потому что себя херово слышишь на сцене, думаешь, что в зале тебя тоже не слышно, начинаешь орать из-за этого, а тут по кайфу, я теперь буду всегда только с этим монитором ушным. То есть для меня это было какое-то открытие в этот раз. Одно из первых открытий, наверное, после возвращения, да, на сцену. Да, 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 что я просто кайфанул, сейчас я думаю вообще замутить себе отдельно свой, короче, чтобы он был у меня всегда, и я с ним уже. Двигался сам дальше по концертам. Ты фанат московского «Спартака», как мы это можем понять по трекам, по инстаграму твоему, по первым каким-то публикациям твоего инстаграма. И пока две горячие темы по футболу есть. Во-первых, первый момент, как ты оказался на кубковом матче ЦС Каска. Кто кричал там «Спартак» в твоих сторисах, по-моему, это Геля была, если я не ошибаюсь. Вот, и почему, да, в принципе, почему ты там появился на этом публике? Ну, у меня друг играет за Хабаровск, Максим Артусевич. Макс, привет большой. Вот. И я, то есть, я еще знал до Нового года, что мы на этот матч идем. Он нас пригласил. И все, мы сходили, поддержали его. Вот. А кричала, да, в «Спартак» это Геля там кричала. Ну, вот так, мы были на центральной трибуне. В принципе, у меня я давно на футболе не был. Очень давно. Мне сильно понравилось вот этот обзор, что сидишь. Может, конечно, там ЦС Каска такой стадиончик, тоже он компактный. Ну, то есть, прям близко все, все видно вот так вот. Вот. Так, мы там вперемешку ЦС Каска, фанаты там все были. Мы там были, что я был, две жены игроков. И мы с Гелий были. Подходил кто? Узнавали? Блин, да, в перерыве мы пошли там в перерыв. Там чай, майя купить, блядь. Пофоткались, да, ребята там из ЦС Каска. Ну, молодые такие ребята. Раза четыре, короче, со мной сфоткались. И на выходе уже потом на улице со мной сфоткались. И еще, знаешь, типа, со словами «Да ладно». Типа, блядь, ты-то здесь как оказался. Ну, ты уж где-где, ну, на стадионе ЦС Каска. И Спартак сегодня не играет, мы тебя не ожидали. Вот. А, кстати, самый прикол, что я выложил... Хотя видно, что я там в маске СКА. Я специально сделал, что у меня не ЦС Каска. Вот. Выложил в сторис. И мне просто завалился директ с вопросами «В смысле, ты же за Спартак?» Типа, а как же Спартак? Я всем отвечал, а что Спартак? Ну, за Спартак... Что Спартак? Ну, ты же за Спартак. Так, я говорю, ну, понятно, но у меня друг играет в Хабаровске. Я приехал, поддерживаю. А, все, понял, понял. То есть негатива не было, так в основном? Нет, нет, типа, ну, истерию. Как же ты там, как ты на ЦС Каска оказался, блядь? Типа, если я за Спартак, мне вообще смотреть футбол нельзя. Ну, в плане... Я же специально показал, у меня СКА написано. Типа, если что за Хабаровск. Вот. Слушай, ну и по Спартаку второй вопрос, горячая тема. Вот буквально вчера Квинси Проми свернулся в Спартак. Вообще, как оцениваешь всю эту историю? Ты застал вообще Квинси именно в Спартаке? Ну, конечно. Ты застать его застал, но ты находился в местах, где не всегда, наверное, футбол показывали. Ну... Это время, да? Матч я застал, знаете, я с 16-го года. Или с 17-го. Не помню. В каком Спартак чемпионом? С 17-го. Вот этот матч, потому что я уже видел в прямом эфире, смотрел, когда все выбегали. У меня уже был доступ к телевизору тогда, я уже на лагерь приехал. Вот. И, конечно, и Лигу чемпионов, я вот это все... Семерили, мы это все смотрели. Нет, Квинси, конечно, крутой для чемпионата России. Вот когда он играл, я думал, что он, наверное, топовый самый игрок в чемпионате России по своей игре. И поэтому... Правда, я думал, что он уйдет как-то... Ну, куда-то по... Будущее сложится его в Европе, я думал, другим образом, нежели сейчас. Но все, что не делал, все к лучшему. Он вернулся, так опять на него возлагаем надежды большие, посмотрим. Может, такого, как он, не хватало, знаешь? Слушай, ну, строка теперь про... Так и не сняли первого клипа. Уже не обладает. Блядь. Мы еще не досняли. Этот-то клип, я тут, знаешь как, тут мне звонит Слим, слушай, говорит, блядь, мысль давно была, пока еще даже когда ты сидел, блядь, на наш трек сделать, он говорит, даже была мысль, может, тебя там попросить что-то посниматься, но потом понял, что, ну, типа, блядь, не жарик, да. Ну, что, может, снимем? Я ему говорю, слушай, ну, как-то это актуально, что песня, блядь, двухгодичной давности, на нее сейчас клип снимать. Он говорит, да ладно, нормально, по кайфу. В итоге, блядь, еще так получилось, ее выложили за это число, когда митинги, фульки, это, блядь, пиздец. Там еще и сроки, да, про... Да, и так все, хотя песни двухгодичной давности, этого, блядь, там вообще, блядь, Навального рядом там находят, и песни нету, блядь, и вообще этих событий, что сейчас происходит, и как-то так многие пытаются подвести ее под эту хуйню, блядь. Короче, это все к тому, что в этом клипе я просто как гость был, то есть все расходы взял на себя Слим, все Слим просто... То есть вы по-прежнему так и не сняли первый? А вот мы его снимаем, даже сейчас он снимается, параллельно вот здесь пацан с камеры ходит, это мы доснимаем клип, мы уже два раза снимали, в двух разных местах, короче, этот клип, вот сейчас добивочные кадры, и он уже будет готов скоро, в феврале, я думаю, наш клип будет спросить. Надеюсь, подготовился, изучил движение своих кумиров американских, пританцовывать, я просто охуел с этого, блядь, это просто очень красавчик. Слушай, ну а что, блядь, нет, блядь, он в подъезде, блядь, жигулевской. Это из души пропускает написанные куплеты про браслеты и суды, ведь ты не знаешь об этом. Расскажи за улицу, расскажи за банты, расскажи за тусы или расскажи за банты, расскажи за евро, расскажи за марокканский, расскажи за... и что такое по подарке, расскажи, расскажи за андеграмм, бросились тут от русского рэп, как пау, пау, мы все прохавали, снизу были приемы и обуски были, суки и крысы, но их истории написаны, они забыты, в то время как цартуировка на битах набита. Футбольные хулиганы, игропы и килограммы, это было упагабо, что такое азы, кромки и чести, как птики оскал, и снег, кто выкупил любого, кто без снег мостал. Слушай, ну и завершая тему домашних концертов, должно какое-то наблюдение, ты сейчас вот отметил вот эти протесты, я думаю, что на твоих концертах, на ваших концертах, да, во-первых, встречаешь фанатов разных клубов, которые мирно тусуются, мирно там читают с вами в ритм, и я думаю, что здесь вообще нет никакой там ни политики, никаких споров, просто народ приходит, кайфует. Да, да, даже знаешь, даже если у кого-то из тех, кто здесь присутствует, в умах она есть, в душе там какие-то протесты или наоборот там не протесты, там оппозиция или не оппозиция, здесь это все забывается, и люди просто пришли отдохнуть, послушать музыку, эта музыка развлекала ее. Даже вот на последнем концерте, вот на том, что-то, что-то, я говорю, бля, я смотрю, прям возле сцены как-то назревает, драка, не драка, они уже сцепились, бля, и я говорю, бля, ребят, хорош, бля, потерпите час до конца концерта, идите там нахуй. Там мои пацаны тоже спрыгнули, бля, все там разнялись, смотрю, они уже через минуту обнимаются, эти два минуту все залипись, потому что ну не хочется, кто-то там кайфует, я сам читаю, нахуй, у меня какая-то драка, бля, передо мной, вот просто вот момент. Ну, гляньте, ребята, подзумим! Обрется вы, давай, подзумимые! Давай потихоньку, наверное, к музыке, да? Так и не сделали первого клипа. Пока мы до тебя дошли, вы уже сделали первый клип. Душевный русский текст, французский злой бит. От микрофона отойди подальше, стой, кит. Я вижу вас насквозь, как видел поле Рой Ким. Ты положил слова на минус, этот слой гни. Да, да, надеюсь не последний. Что скажешь, в плане, около 60 тысяч просмотров сейчас, насколько я понимаю, за неделю, да? Здесь как, ожидал большего, ожидал меньшего? Нет, я по просмотрам вообще ничего не ожидаю никогда. Я знаю, там, наш предел, по крайней мере, на ютубе, это 100 тысяч, это, блядь, пиздец. Вот, тем более, как мне объяснили, что я хотел свой канал создать. Вот, мне объяснили, что чем, ну, то есть, чем более подписываемый канал, какой-то уже раскрученный, он может видео выскакивать и там, и сям. А тут, когда канал открываешь, оно если только не введешь, что в поиске, оно у тебя нигде, нигде не выскочит, никакому видео не прибавится. Ну, это все херня, короче, ёпта. Просмотры для меня не главное. Главное, что, блядь, при съемках я кайфанул, вообще мне так понравилось. И сейчас мы на Бездере еще снимаем. Уже Ост свою часть в Уссурийский снял, нам уже все прислал. Сейчас мы здесь тоже в начале марта. Бездере это же фит с Локи, да. Ну да, сейчас мы тоже все отснимем. Его часть, мою часть, вот, сделаем. А дальше уже будем на новые треки. Сейчас у нас... Ну, есть над чем подумать относительно первого клипа, Нэнк. Работа над ошибками. Что-то подметил для себя, что... Ну, нет. Знаешь, в чем прикол? Многие там уж... Почему именно этот трек с альбома? Почему тот? Потому что мы с Бэнгом вдвоем сейчас в Москве. С этого альбома только один трек, где мы с Бэнгом вдвоем. Это этот трек, все. То есть, других вариантов нет. Этот трек, ну, он классический, просто обычный рэп. Особо ни о чем. Полу-репрезент, полу... Ну, просто, блядь. То есть, тут... Снимать какой-то клип с сюжетом сюда... Ну, какой туда сюжет? Мне, если честно, с сюжетом вообще не нравятся клипы. Я люблю американский рэп, американский клип. И вот они все в таком стиле просто... То есть, для меня, знаете, как... Тут не в клипе сам... То есть, вот, если пиздатая песня, какой бы ни был клип, это будет круто. А если песня плохая, то какой бы клип ни был, хоть кино, но оно мне неинтересно уже. То есть, я особо... Ну, не знаю. Мне вот такие нравятся, чисто уличные клипы, чисто просто, вот, как оно есть. В этом клипе есть два момента, где стадион наш появляется. Это где-то взяли кадры или снимали сами? Это взяли, взяли. Мы хотели снимать, но... В моменты, когда у нас, ну, было время... Ну, мы планировали время на эти съемки, там, что-то, блядь, минус 25. Там, квадрокоптер не вывез бы, блядь, такой. В такие погодные условия, блядь. Но вы хотели специально ставить... Я хотел сначала вообще, знаешь, где-то... В планах сначала было химки, блядь, снять. БК химки, вот этот химкинский стадион. Вот там где-то с Амкада подняться. Вот это, ну, где я сейчас обитаю. Вот эти моменты. А потом все это не получилось, и решили взять. Но мы взяли, как там все, то есть официально, короче. Попросили разрешение. А, с клубом? Да. Ну, вот откуда, где эти кадры, я не знаю, где он их брал. Там, на ютубе где-то, на каких-то... Бэнк брал, да? Нет, нет, режиссер. А, я понял. То есть все, что там взято с квадрокоптера, официально было у этих ребят, чьё это, блин, написано. Им получили добро. Но чтобы не было такого, что там взяли, блядь, пизданули где-то там с ютуба, вот. Ну, именно было желание вставить частичку Спартака. Ну, потом, да, я ему сказал, давай обязательно Спартак, как он горит, как красиво. У нас вообще было... Изначально мы должны были ехать, блядь, в один день снимать возле этого гладиатора, тоже толпой. Но в итоге мы вот первый день, когда снимали где-то возле машины, там такой холод был, что мы за эти три часа, я просто окалел. И на следующий день я сказал, не, давайте, блядь, в пизду, у меня дома лучше снимем. Я не готов опять в минус эти двадцать. Там, тем более, еще ветрище, по-любому открытая, блядь, площадка. Я говорю, давайте без этого обойдемся, ёпта. А так мы хотели еще у стадиона Спартак, короче, снять тоже, но в следующий раз как-нибудь еще снимем. Слушай, по поводу тоже футбола в тюрьме. Вообще какой-то интерес там у пацанов как было, или там единицы любили футбол? Ты что там конкретно? Там знаешь как, либо любят футбол и все, либо вообще, что за двадцать два долбоема мяч пинают, понял? И там на ставках в основном все половины на фонбете, ставки, ставки. Там даже, знаешь, как межлагерный у нас проходил постоянно на турнир Лига Чемпионов. Ну там участвовал там до 50-60 человек. Поставкам? Да, знаешь как, угадывали счет. То есть типа делал, все там всех записывал, делал такую таблицу, и все, он приходит тебе, все матчи, кто сегодня играет Лига Чемпионов, ты называешь счет. Если ты угадываешь счет, конкретно угадал счет, три балла. Если угадал разницу, два балла. Угадал просто исход, один балл. Если ничью угадал, тоже типа два. И вот так, вот так, вот так, да. И в конце там по косарю, короче, все скидываются. Половина уходит там. Ну понятно. И половину между, там, первое и второе место, по-моему, разыгрывалось. Ты какой назад? Я в этом, в последнем, я вообще там, блядь, отрыв большой был. А когда Ливерпуль играл с Реалом, вот, я в той шел, короче, на первом месте до финала. И с пацаном, который там, ну у нас был один балл разрыв, блядь, просто что мне, поставь на Реал и выиграл. А я думаю, нет, в пизду, какой Реал, я за Ливерпуль. Я ставлю на Ливерпуль, короче, и думаю, ну либо я проебу, либо красиво выиграю. А он на Реал поставил, ну и в итоге, блядь, Реал выиграл, там, сколько, 4-1, да, по-моему, там, когда сломали Салах, а вот это финал. Да, и все. Не помню счет, но... И я проиграл, короче, блядь, и единственное, что мой был выигрыш, я не скидывал косарь, короче. Ну, типа, второе место или что-то там я бы занял. Ну, а по поводу возможности просмотра футбола, опять-таки, много интервью тоже дал, уже что-то было у других пацанов. Какие-то вопросы не спрашиваем, потому что там, как делать рэп, в тюрьме мы поняли из других интервью, возможность просмотра футбола была, да, ты говоришь? Была, да, но знаешь, какой был облом, когда... Ну, там же что, там телевизор и вот этот ресивер, 20 каналов, которые показывают, понял, то есть нет премьеры, вот этого всего, блядь. Когда там, знаешь, играет «Зенит Спартак», а вот тебе показывают там «Бов Уфа», блядь, блядь, мы эту «Канделаки» проклинали, блядь, ну как так, ну почему, ну... Или там «Спартак» с ССК тоже по премьеру сегодня, а потом в тупую уже на телефон этот премьер скачивали, ну, оплачивали и смотрели вот так в телефоне, там, интернет еще так, ну, не как в Москве, а само собой работает так, блядь, ну... Нервоз, конечно, был на телефоне смотреть, но иногда мы такие топовые матчи, которые не показывали по телеку, мы их по премьеру в телефоне смотрели. А так в основном, да, матч ТВ, вот это все. И то тоже, у нас, знаешь, как мы там жили в комнате, 8 человек, там, вчетвером мы ставим ставки, любим, любим рэп, ой, рэп, блядь, любим футбол, а четверо других вообще им, нахуй, на это футбол, похуй ему, трансформеры идут, надо трансформеры, блядь, 50 миллионов раз посмотреть, понял, и вот, пиздец, и это, блядь, ну, мы знаешь, какой аргумент из серии, интерес, это значит, в тюрьме интерес, значит, что какой-то там финансовый интерес, типа, слышь, да, какие трансформеры, у нас интерес там присутствуют, нихуя себе, блядь, ты бы ставки поставили, бам, блядь, все, хуяк, футбол смотрю. Серег, помимо футбола, помимо игроков, панчи есть у тебя за азартную жизнь, и панчи есть за литературу, вот. Расскажи, как началась азартная жизнь, как сейчас тешишь себя в этом плане? Сейчас, блядь, конечно, ставки, это еще прикол, когда мы всегда ржали, когда закрыли аппараты, все, блядь, все, кто там поиграл в аппараты, там всякие, блядь, чурки, не чурки, там, ну, у нас выхина, рынок, все, кто работал на рынке, понял, то есть аппараты раньше ими были забиты, работниками рынка, потом хуяк, все неожиданно стали знатоками спорта, блядь, хуяк все, хотя раньше конторы пустые были, как закрыли ставки в конторах, просто, блядь, пиздец, тоже народу сидит, аналитики, блядь, статисты, блядь. Я все равно все, и те же аппараты, и сейчас те же ставки, это все не ради какой-то победы, там, и наживы, как, знаешь, как, ну, развлечься. Есть какая-то возможность, есть, там, эту тысячу, там, три тысячи, там, пятьсот рублей, есть возможность поставить, поставить, развлечься, да, кайфануть, потому что, там, на какие-то у тебя, там, последняя тысяча в кармане, идти ее ставить, ну, это тупо, короче, понимаешь, блядь. Типа, заработать, это тупо, а так, просто, как, времяпровождение какое-то, но, с другой стороны, ставки убивают романтику футбола, то есть, если я, например, смотрю футбол без ставки, я наслаждаюсь игрой, ой, какой, ну, как красиво, круто, а если я ставлю на одну из команд, пусть даже другая, там, с центра поля через себя забьет, я скажу, сука, гондоны, хотя, ну, надо, с другой стороны, восхищаться этим голом, понял, ну, когда, вот, как же... Ты же мне говорил, да, что ты ставил на Атлетика, да, 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 жиры забил, ты, как бы, красиво, думаешь, ну, все равно, нахуй ты это сделал, то есть, романтика тоже, блядь, романтика убивается этим тоже, блядь. В общем, давай тогда, может, коротко, с чего для тебя начался Спартак, ты рассказывал, почему бразилец, рассказывал про любовь к футболу, именно, вот, давай, про Спартак, коротко. Блин, ну, тут, знаешь, наверное, банально, я, когда переехал с Краснодара в Москву, 10 лет мне было, в пятом классе вышел, все, футбол, мутбол, играть пошло, и, как-то так, все за Спартак, короче, вокруг, как-то наш, вот, наш... Егор, 100, да? Нет, мы на Востоке, Вишняки, ну, вот именно, вот, Вишняки тоже там, ну, район там, где-то там, больше ЦСКА фанатов, где-то вот, именно наш двор, вот, наш вот, пятачок, наш двор, вот, наш, там как-то все, все вокруг, все знакомы, все за Спартак. И, как-то с этого и Спартак, и Спартак, и понеслось Спартак, короче, вот. Какие-то кумиры детства. ну блин у спартаке конечно их там перечислять это все в них она в тематом в ряд титов почему тихонов у меня почему-то это у меня и тихонов и питов и цимбалари вот они и они все короче оленичев это опять-таки лига чемпионов по футболу где-то 99 и другая из классика это лига чемпионов ну чё классика концерт и галимый звук давай закрывает садись и помалкивая это тоже все началось теле когда грубо говоря лига чемпионов потому что другого-то не показывали нтв 2245 владимир маслаченко комментирует это смотришь а чё когда гонять начали с пацанами я не гонял то никогда и я на футболе был то там по пальцам пересчитать я знаешь как я был короче на супер давно класс 7 на это бы это наверно был на черкизова когда еще он до перестройки был это матч спартак рассельмаш и спартак зенит это знаешь как это было то есть там мы себе скал маме я иду на фабом мне никогда в жизни бы не разрешили я говорю что у нас сегодня матч но мы играли за вишняки футбол всегда занимался игра гроза брал с собой портфель и собирал вещи якобы у меня игра а сами ехали на спартак и проходили по многодетной справки короче то есть теперь не покупали они една и справка он показывал это мои два брата и вот так раньше пускали в два раза вот мы так именно проходилиECT вам по многодетной справки всё метро эта многодетная исправка это мои два брата все мы втроем проходим это всегда раньше это действовало и на футбол лужники просто забиты весь вагон фанатами и на Ну, двери не давали им открыться, типа вот так шарфы, занято, занято. Я просто, бля, я ваху, для меня это, ну, так, сколько у меня там было лет 13, может, не знаю. Я просто настолько с этого был впечатлен. И бабки, бабки, да выпустите нас, нам выходить на этой остановке, откройте двери нам. Там какую-то одну не закрывали, чтобы люди выходили, а другие просто все, короче, закрыты были. Смотри, если вспоминать те годы, как ты говоришь про занято, да, это вот одно из воспоминаний моих тоже. Еще была такая тема, кто не прыгает, тот конь. Типа вот едет вагон, и кто-то начинает, кто не прыгает, тот конь. И знаешь, что волей-неволей, хочешь-не хочешь, и вот едешь в этом вагоне, блядь, он уже чуть ли не взлетает. Потом в Лужниках, когда выходили эти огромные эскалаторы, все кидали монеты, блядь, вот просто монеты кидали, блядь, всю дорогу. Шиза постоянно была в метро, ну, как бы в Лужниках была своя атмосфера. Конечно, сейчас на Спартак приезжаешь, уже как бы другая тема, другие годы. Но тогда прям в метро была вот именно аутентичная такая история. Еще знаешь, что потом я был несколько раз, мы были на Спартак Челси в Лиге Чемпионов, когда... В 10-е годы. Если помнишь, Журков, короче, гол сделал. А мы были такой, ну, компанией, чисто там с района, ребята, ну, сидели за воротами на этом фонарском секторе. А мы с моим другом тоже, Борис, кстати, по-моему, он тоже на втором концерте, если я не ошибаюсь, был. Или на первом. Ну, короче, не суть. Мы с ним за Челси, блядь, пиздец, как болели, блядь, тогда. Пиздец, как болели за Челси. А кто там Челси был в те годы? Дора Андро Фло? Вот, нет, по-моему, мы с ним болели, блядь, да, в те годы, когда еще Виали был играющим тренером, Дзола, блядь, еще до Флоу, блядь, потом уже Флоха, Сильбань, там пришли, Денис Вайт, этот, который тоже тренер, выиграли Лигу Чемпионов, Диматео. Да, да, да. Вот, я тогда вахуй, блядь, был с Челси. У нас еще футболки были, у него была такая желтая, восьмой номер Дзола, короче, был у него, в Испании покупали. В шестом классе, когда я учился, ездили в Испанию с командой тоже в футбол играть. И вот мы там этих футболок, а у меня потом была Дзола, двадцать пятый номер, короче, тоже, вот. А это уже еще Глаз у них, помню, был в Козе, да, да, Автоглаз. А вот этот период, когда уже играл Жирков, это купил Абрамович уже Челси. Ну, да, да, да. Я уже все, за Челси перестал болеть, потому что, знаешь, как-то мне тогда казалось, что вот Челси, ее мало кто знает, там, для них там пятое место, это заебись, понял, там, Куба Кубков они выигрывали. То есть, это было что-то, знаешь, такое, вот, лично мое, вот, ну, то есть, ну, знаешь, как вот, мало кто знает, все болеют за Манчестера, вот Челси это мое. А когда пришел Абрамович, это мне казалось, что все, как будто у меня это забрали и раздали всем. Это у всех на слуху, все это теперь знают, ну, и мне как-то, я остыл уже, блядь, не знаю, блядь. Ну, короче, трушность все шла, с Батком пришли Батком, что трушил. И самый прикол, я к чему про этот матч рассказываю, а Борис так за Челси, пиздец, как вахуевал. И все, так мы стоим, забивает, этот, Жирков гол, короче, все молчат, и Борис, да, блядь, гол, так начинает гол, меня трясет, гол. Ну, уже никак на трибуне, блядь, блядь, я говорю, сука, Борис, хорошая, я говорю, ладно, еще кто-нибудь нормальный, ты Жирков еще забил, сука. Сука, он всю жизнь не забивал за Челси и забил Спартаку, блядь. Все молчат, Борис радуется, блядь, гол, Челси, блядь. Не секрет, что многие ваши слушатели, это футбольные фанаты. Так вот как-то повелось. Как думаешь, с чем это связано? Что пацанам с трибуны, не только с трибуны Спартака, да, интересно, как бы, некая лирика рыночных отношений. Это двор, те же самые ставки, там, желание подняться и так далее. Может быть, где-то что-то, что про футбол есть, где-то что-то, что упомянули Спартак, кому-то об этом близко. А где-то что-то, что сейчас-то вообще рэп, масса в основном рэп сейчас, сейчас рэп на таком уровне, что, ну, крути-не крути, многие рэп любят. Даже те, кто рэп никогда не любил, знают рэп, слушают рэп, вот. Можно сказать, пацаны, может быть, в ваших треках видят себя. Ну, может быть, так, да, потому что, в принципе. Это жизнь обычного пацана. Футбол, ставки, желание приподняться, какие-то проблемы, там, и так далее. Классик. Я, кстати, обратил внимание, что ты периодически отвечаешь пацанам в комментах, то есть, в комменты заходишь под свои какие-то записи. Я думаю, в директе там вообще завалено все. Нет, в директе я постараюсь каждому ответить. Постараюсь каждому ответить. Мне даже многие пишут, что, ну, ничего себе, ты ответил. Вот, блядь, Баста и Гуф, хуй ответил. Ну, типа, блядь, им не как дам, что вы поймите, блядь. Если мне написало 100 человек, я еще каждому стараюсь. Прикинь, Басти, миллион. Ну, просто я ему пишу, ну, как он тебе ответит? Неделю, неделю, саду. Вот как? Я сотки отвечаю, у меня два часа сижу, у меня Геля говорит, слышь, да убери-ка телефон. Я говорю, Геля, ну, блядь, я не могу не ответить. Сижу так два часа с этим телефоном, блядь, в очках, потому что не вижу. И там я говорю, ну, Гуфу, блядь, вот пишут 3000, как он вам всем ответит, блядь. Вы тоже, ну, имейте совесть. В смысле, он не отвечает, зазнались, блядь. Блядь, ну, это нереально ответить каждому. Причем пишут иногда хуйню, блядь, понял, блядь. Вот, ну, на хуйню я не отвечаю, блядь. Но иногда бывает, какую-нибудь хуйню пишут, меня выбешивают, я начинаю там, блядь, усоситься тоже, блядь. Слушай, а от чего вот это пошло? Я, знаешь, как думаю, что была огромная поддержка во время тяжелых вот этих пяти лет. И, ну, это мое предположение, да, и что как бы пацаны писали, и ты считал там правильным каждому ответить. И с тех пор, наверное, так же и живешь. Ну, скорее всего, так и пошло, да. Слушай, с чего начался Спартак, поняли, с чего начался рэп для тебя, может быть? Рэп, знаешь как, тут у меня две стадии было, начало рэпа. Я переехал с Краснодара в Москву, пошел в пятый класс в Москве, и выхожу, короче, играть в футбол. И бегают два пацана, блядь. Какие-то широкие штаны, блядь. Вот такая вот шапка. Они играют в футбол. Да, да, в этом, да. Вот такая вот шапка, блядь, там что-то вот это все такое. Ой, я на них смотрю, блядь, пацаны, с вами, а я до этого слушал, Сюткин мне нравился, короче, Агутин, и еще Джипси Кинг у меня была, кассета, вот я с них кайфовал. Я говорю, пацаны, чё, ну, типа, я в Краснодаре такого не видел, понял? Я говорю, в смысле, чё с вами, блядь? В смысле, чё, это рэп, ты чё, рэп не знаешь? Я говорю, нет, я вот, ну, не... Это такой год... Это, наверное, 95-й. И все, они мне, да, это рэп, в смысле, ты не знаешь, что такое рэп? Я говорю, нет, не знаю. И они мне начинают уже, там, мы договорились, там, кассету какую-то мне дают, туда-сюда я начинаю охуевать с рэпа, но... Это русский рэп был? Они, у них был Cypress Hill, Onyx, такое, короче. Мне американский рэп вообще, короче, сходу не заходит вообще, я только начинаю с русского охуевать. Все, там, какие-то трепанации черепа они мне дают, я это все слушаю, просто я путаю, и все, начинаю слушать рэп. Потом, короче, где-то в классе седьмом, восьмом, где-то период я забиваю рэп, начинаю какую-то Nirvana мне нравится, Prodigy, ну, как-то уже рэп так, не особо. И потом, блядь, 98-й год, это уже был, вот, там, потому что с 95-го, там, по 96-й серии слушаю рэп, трепанации все, потом пару, год-два, там, как-то мне параллельный рэп становится. И вот 98-й, я прихожу, короче, к Борису домой, он мне говорит, слышь, тут есть песня охуенная про пацана, у нас там пацанчик тогда был типа мажорик там, у родителей брал бабки, блядь, все с ним сразу старшие дружили, потому что бабки там, понял, блядь, он на них тратил. И он говорит, слышь, есть песни, короче, про этого типа, я не буду, как бы зовут, не важно, короче, зацени, крутая, и ставит мне песню группы Турбо, жизнь для всех, не знаю, может вы знали, для всех разная, так это вообще, это, по-моему, хип-хоп инфон, номер 4, по-моему, она там была, это И все, я просто вахую с этой песней, нихуя, как круто, я говорю, дай мне кассету, а это как раз друг Борис, который сказал, начался, да, дай мне, говорю, послушать домой, я беру, и все, и с того момента, я опять начинаю рэп, хуярить. Кассета была хип-хоп, инфон номер 4, это была именно та, а потом все уже, все, я пошел уже, блядь, вот все, что выходило, у меня все это было, все кассеты, и, блядь, все, блядь. Я помню, еще были сборники русский рэп, ну, в Воронежской области, в деревне, за 30 рублей купил кассету, и тоже, дадыр заслушал, там, что, бэдбэланс, типичный ритм, такая команда была. Классический, диджей 108, да, да, децл, потом какие-то первые на концерты, на рэп-рекордс я ездил, покупал кассеты, потому что у них были дешевле, когда я заходил, там сидел, дайм, я просто в ахуя, даже автограф у него брал тоже, там, или какой-нибудь дайм, доктор Андрей, там, это, там, в этом офисе, я просто для меня это было, просто так смотрел, выходил, блядь. И один раз мы приезжаем, и нам то ли дайм, то ли кто-то говорит, а вы что, типа, на концерт не идете? А что за концерт? А у нас сегодня вечером концерт на авиамоторный кинотеатр «Спутник» был, и в нем был там клуб «Распутник», в нем концерты, типа, «Юг», «Ноунеймерс», «Фист», а я как раз-то от «Фиста» в ахуя был, только вышел, мы такие, да ладно, блядь, на концерт, вау, круто, и мы поехали с Румяным-то на первый наш концерт, из серии заходим, просто мимо меня там винт, кит, все проходят, я в ахуя, ну, так, в зале, они вот так ходят, я просто, блядь, переп Путал, блядь, и все, я в первом ряду все песни наизусть, и с того момента мы начали по концертам ездить уже, я стал все кайфовать от этого, вот, блядь, и уже тогда все, я только плотно рэп слушал, но, но все равно, я когда приезжал, видел этих всех в широких штанах, блядь, мне так это не нравилось, блядь, ну, пиздец, блядь Слушай, по поводу литературы, был в твоей жизни период, когда было много свободного времени на чтение, как я понимаю, последние лет, да, причем я никогда вообще не читал, не любил, там, и серии что-то последнее в девятом классе, и то по нужде, блядь, понял, что надо было это прочитать, прочитал, да, там как-то одну, вторую книгу, и так понравилось, так подсел, и жалел, что вообще до этого никогда не читал, это целый, то есть мир книг, то есть совсем, блядь, ну, я не знаю, как это объяснить, это круто, мне нравится, но, Я люблю чисто художественную литературу, чисто какие-то рассказы, художеств, детективы, вот в таком стиле Гранжа, да, как-то? Гранжа тоже, да, но сейчас я, кстати, открыл для себя НСБО, норвежского, блядь, и Гранжа-то я прочитал давно всего, короче Гранжа надо читать по порядку, как я понимаю, да? Ну, не прям по порядку, но плюс-минус, да, там типа Сейчас я, короче, пооткрыл НСБО, сейчас читаю НСБО, там тоже так все закручено, так круто, и порой думаешь, блядь, как это можно сочинить, как? Как, блядь, ебаный в рот, блядь Слушай, иногда включаешь криминальную Россию, блядь, старую, ну, выпуски, вы, наверное, все знаете, и думаешь, ахуй тут сочинять, вот оно все, блядь, ебаный и есть, блядь Слушай, а в тюрьме с Чтивом ты говорил, что вначале можно было, присылали какую-то литературу, потом разрешили читать только местную, да? Ну да, там сейчас это Уфсин уже ввел такую фигню, что свои книги нельзя, вот есть какие-то там, может, какой-то каталог у них у Уфсина есть, который ты можешь выписывать там, со своего счета, это оплачивается книга, тебе присылают Ну я уже этого не делал, я уже думал, ладно, хорош, мне пора домой уже, ебаный Серега, фотографию можно? Давай Ты крутой Все, от души Даже вот сложно что-то сказать в этот момент, да? Как говорит Юрий Дудь, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь необязательно коротко АПЛ или Бундеслига? АПЛ Почему? Ну потому что в Бундеслиге, блядь, только кто идет, там топовые команды, на них можно смотреть, а в АПЛ даже, блядь, два последних места так будут играть, что, блядь, приятно смотреть Лучше, чем, блядь, топовый русский матч, как ни крути, короче А почему периодически толстовка Дортмунда? Блядь, мне нравится Дортмунд Не знаю, я всегда, мне нравился Дортмунд И, может, изначально они мне понравились по цвету своему Когда у них еще давно-давно-давно кислотные такие Да, да, да Сейчас они более в желтые ушли Вот, мне нравится Дортмунд, нравится их политика, нравится, что молодой состав Постоянно от них уходят игроки топовые И сейчас вообще у них что ни возьми, ну, блядь, как они так находят их, я не знаю, игроков этих Игра их мне нравится, всегда в атаку, блядь Ну, не знаю, нравится мне Дортмунд И вот в кофту я это увидел, блядь, в пуме, блядь, ну не мог не купить, короче сходу но строчка про в 19 я был нарком они род холланд это просто шедевр я под себя подставляю в 19 я был ludic не иран холланд лудик челупил в автоматах сидел для целыми днями crazy monkey клубнички все такое титов или тихонов да не оба не могу никого выделить из них блять оба топовые коррера или карпин карпин не карара не нравятся карпин чем раз когда играл карпин когда тренировал карпин спартак а мне тоже если честно не нравился а сейчас был он уже окреп такой матер и тренер не знаю мне нравится его как он говорит его отношения сказал от резву просто блять такое ощущение что у него не забалуешь короче понял каррира не знаю мне иностранный тренер вообще в россии не нравится не знаю почему вот я считаю что спартак мог бы нормального русского тренера взять они были есть парфен но не русский украину не суть нож конечно не от того что у них соленичевым такой опыт не особо сложился но там тоже можно было дать ему побольше времени на самом деле не знаю ну не обязательно спартак а так то может евсеев парфенов ну есть то спартаке играл карпин не знаю вернется он нет блять но в моменте можно было и бирды его взять когда там искали никого взять не взять а бирды был без работы я думаю спартак он пошел бы но просто вишь там насколько я как понял что блять бирды и фаси идет то диктует он условия как а спартаке такого не будет там другие диктует условия вишняки или химки пока каши вишняки год без футбола или год без рэпа без футбола скорее всего потому что без музыки это очень тяжело я был полтора года без музыки и я и серии знаю что делал я звонил там на пять минут как фонарик ну фонарик мой мокия была попадала в руки я звонил жене говорю слышишь включи песню колонка поднеси телефон вот так и сидел хоть хоть минуту послушать просто это был такой кайф вот ну и там же также этот год и было без футбола там очень очень там может за полтора года пару раз нам включали матч когда реал с атлетико мадридом финал лиги чемпионов был конечно тоже это был кайф но скорее всего год без футбола так у нас есть конкурс два билета на московский концерт рыночных отношений который будет в мае участвуют все если вдруг вы не из москвы мы вам оплатим дорогу до москвы условия конкурса какие у рыночных отношений есть трек за спартак мы за московский спартак и пусть экране попал я буду бога молить чтоб мяч ворота попал мы на стоянке за час до матча выпьем стакан чтоб наш спартак не зачат и гол забил мафсисян он на года 2014 15 если я не боюсь у нас туда по моему 13 14 там панчи про прошлое спартака хурада а сбились мафсисян и прочие люди которые делали прошлый спартак хотим сделать конкурс в комментариях пишите панчи про спартак нынешний про игроков про фанатов про стадион про руководство если хотите чем более пиздатый панч будет тем больше шансов вас на победу два билета уйдут одному человеку соответственно берешь с собой кореша или братишку и отправляем тебя в москву если москвич отдаем лично билеты у нас для тебя тоже есть подарок тебе во первых огромное спасибо что нас позвал на концерт это было очень круто эмоции в начале вы видели нашего выпуска я вообще прям кайфанул альбом 2020 это нечто наши братишки из магазина fratria подгоняют вот тебе такую футболочку мы знаем что ты общаешься с фанатами спартака из разных займут организации поколений до легендарная тоже тема это спартаковский тупик ковбока где 180 фанатов спартака вышли на 300 бомжей и это нашумевший нашумевшая тема ну вот поэтому футболка тебе подарок и пацаны большое спасибо вообще по кайфу вот это в атрибуте это такое видео знаете это из серии те кто далек от фанатского что вообще движухи какие бывают там драки и прочее там я постоянно ставлю гу ты вообще не знаешь как фанаты чтобы да не нет я буду иди сюда открываю youtube и потом вот это понял ставлю и люди да ну нахуй вот это фанат фанатову такую муте это реально вразить ну типа пол то есть они кто думаю ну там что такого масштаба быть не может да 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 и когда эту ставлю да ладно это на таком уровне да ну нахуй по есть еще какие-то видосы покажи бля идея у меня родилась на самом деле я думаю что они совсем осуществимо но все-таки спартак играет в ростове в начале апреля то есть понятно что среди фанатов спартака у тебя есть своя аудитория на выезда пригоняют многие пацаны из регионов если например это интересно вам если это интересно каким-то организаторам подумать насчет там условно есть спартак играет в субботу в пятницу за день до матча сделать концерт на на выезде грубо говоря рыночные отношения в ростове я уверен что это соберет свою аудиторию и при и пацанов которые приедут и местных пацанов поэтому если вдруг организаторы концертов на юге россии смотрят это подумайте обращайтесь серьезно если вам будет интересно мне кажется это было бы очень круто это было бы очень атмосферно но это было бы очень шумно это было бы круто мы приберем в среду выезжаем с копеем на поезде поезд едет одни сутки ровно поэтому я в среду чтобы наверняка доехать какого числа в начале это вам при первые выходные апреля что-то типа третьего четвертого интересная тема подумать как минимум какие ожидания от ближайших больших двух концертов и ожидания от этого тура это понимаю так первый тур именно вот как что можно назвать туром да но это не туром такой турчик турчик небольшой не знаю ожидание ну надеюсь будет круто короче вот я думаю круто будет нижний новгород самара уж самара всегда круто блин сколько раз мы там были раз пять постоянно это звезда полная н.к. звезда их нет это клубешник да вообще блять самаре круто знаешь как мини филиалчик филиальчик красно-белой москвы короче я кстати знаешь сталкивался с такими темами когда пацаны гоняют на выезд за группы ну то есть как не то что на выезд за группы гоняют но что в москва все-таки такое не в обиду москве город только всему привыкший и здесь как бы не никого уже не удивишь даже тремя концертами рыночных отношений подряд а если ты приезжаешь в регионы там совершенно другая какая-то атмосфера то есть более может быть ожидаемы события так далее поэтому я думаю может быть мы тоже серёга осилим стабы наши пацаны все поедут по крайней мере ну то есть там кто-то за рынок как это нам по приколу будем золотой тур пробивать и по во всех города съездить по крайней мере минимум в питер пиздец сколько народу с москвы поедет это пиздец но питер это все равно реально ну да это так то есть самару скорее всего тоже куча поедет и в нижнем самару как бы как минимум у нас пазик там пацана вот как раз у это тоже который вот эта драка концерта у него дуба минивенчик тойота он уже там все места все забили короче на все выезда короче он едет на касса воронеж должен быть хорошие еще то что воронеж посмотрим а я вот на самом деле по воронеж краснодар и ростов я больше всего за эти блять концерты переживаю что они втроем в конце да вот эти да что мне кажется там особо и не будет публики блять не знаю как я постоянно каждый раз думаю что ну как-то будет пустой зал и за это всегда переживаю короче что думаю блять кто придет кому это надо блять серёг тебе спасибо он тоже спасибо что позвали приятно посидели пообщались спасибо что на концерт пришли поддержали мы хотим уже на следующий ну блять его ждем это рыно дурной премьер или того это рыбы десятый номер скорпион залегли на дно уже на мой если был выбор я делаю это все равно за дно это рыно это рыно а а а а а а и и и и и и и и и